В нашу конференцию выступление Натальи Петровны Маховой. А может отпустим покушать людей? Что так и не вас? Наталья Петровна, у вас коротко. Здравствуйте. Я представляю областную ленинградскую областную библиотеку «Озеха и Ленинграда». И в году театра наш отдел, библиотеку, выпустил библиографический указатель. Театральная жизнь в провинции. В дореволюционный период на территории современной Ленинградской области. Туда вошла литература из нашего керевического отдела, посвященная именно драматическому театру. Не и озвучивая, а не и валет. Потому что, удача вышла, наверное, вот такой вот указатель огромный. Как известно, Ленинградская область, современная, у территориационный период входили разные части четырех губерний. Санкт-Петербургская, Ланецкая, Новгородская и Выборгская. Конечно, они развивались все по-разному. Санкт-Петербургская, престоличная губерния. Здесь, конечно, кипела театральная жизнь по сравнению с остальными частями намного больше. Туда приезжали знаменитые актеры, выступали, имели там свои дачи, дома. Выборгская губерния, Выборг с Карельским перешевиком, тоже развивались по-особому. Потому что там жили финны, лютеране. И они в большую часть ориентировались на Финляндию, на Хельсинки. Но в то же время, конечно же, приезжали в Санкт-Петербург. Указатель состоит вот из таких разделов. Если в облине, то можно чуть-чуть увеличить. Материал исположен по историческим периодам. И внутри уже по темам. Как известно, первые актеры были у нас на «Руссийском арухе». Ну, вот, то, что касается западной министрели, музыканты. Вот, они умели все и петь, и выступать, и играть, и танцевать, шонглировать. И, в общем, иногда, конечно, было трудно разделить именно их профессию. Но в тот период это было не очень важно. И даже сохранились в переписных, в песцовых книгах среди жителей, очень часто упоминались скоморохи. И их количество, конечно, варьировалось. А и населенные пункты с названием «Скомороховы» тоже там упоминаются. Вот, большое количество жило скоморохов в Копорье, в Карелии, в Ладоге, в Орешке. Ну, и многих удивило то, что на такой маленький приграничный город Ян, который современный Кингисепп, на такой маленький городок приходилось семь скоморохов, и один еще жил в пригороде. И вот кингисеппский следователь Владимир Аристов высказал такую теорию, что это была такая труппа шпионов, которая очень часто переходила в Нарву, там почему-то своих скоморохов не хватало. И, в общем, они туда выступали и одновременно, конечно, замечали все, что где находится, продвигались дальше в Лионе, и потом с собранными сведениями возвращались обратно на нашу половину. И, в общем, вот такая вот специальная труппа была. Из театральных представлений в современном понимании зафиксировано представление пьесы в Выборгском замке. Это уже был XVII век. К сожалению, в фонде нашего отдела не было такой информации. Обратилась в библиотеку Алта. На русском языке этих сведений тоже не было, потому что они перевели шведские и финские книги. Вот там большой массив сохранился литературы. И мы просто об этом не поминаем. В Выборгском замке был дан большой спектакль, но, к сожалению, он закончился полным провалом. И больше об этом нечего сказать. XVIII век, как известно, такой расцвет начался в России при Елизавете Петровне, когда в 1755 году была приглашена труппа Ярославца и со своими коллегами Федора Бокова. И с этого начался расцвет. Вот в Санкт-Петербурге и, соответственно, в губернии. Федор Волков, кстати говоря, сыграл определенную роль в убийстве императора Петра III в Робши. То есть тоже связан с нашим. Какую роль сыграл этому, посвящено очень много статей. Тоже мы указываем в своем указателе. Один исследователь даже говорит, что он был главным. То есть он считал Петра III как за соперника. Почему? Потому что Петр III тоже увлекался театром и лоббировал свой театр в Оренбамме. И как бы он был ему соперником. Финансы туда уходили. И вообще больше зрителей. В общем, якобы он имел свои личные причины участвовать. И вот даже, как в одной статье написано, что он свежесировал прямо по ролям, кто что будет делать. И я, честно говоря, совсем в этих перипетиях разобралась. Там все детектив. Но если вы почитаете, может быть, вы там поймете. Вот она в современной территории нашей области. Это Гачинский театр, который возник при Павле Петровиче придворный. Там играли не только лучшие актеры, писали не только лучшие драматурги, пьесы. Пьеса Екатерина II игралась. Композиторы лучшие. Художники делали декорации. Играли как актеры, так и знать, сова придворные. А впоследствии и операторы. Кстати, Николай I очень любил там выступать в домашних спектаклях. И дальше усадебные театры. Во многих усадьбах были свои домашние театры. Ну вот самое известное, это уже начало 19 века, крепостной театр Брябово. Это ныне город Всеволочных. И мы за приютом это тоже Всеволочных. Они были соседи, постоянно обменивались и драматургами, актерами, и гости перетекали туда-сюда. Вот повыше нужно. Крепостной театр. Сейчас бывший директор Всеволочного музея, который основном исследует его до этого мысли и театра, она отверждает, что это нельзя назвать не крепостным театром, а просто была такая труппа, которая собиралась и играла на праздниках. В общем, они считают, что это такое не было. Крепостной театр. Нельзя так назвать. И что в описаниях, во всех воспоминаниях, слишком много преувеличений. И насчет масштабов праздника, и даже дома. То есть слишком много неточностей. И доверять особо этим сведениям нельзя. Приютины. Тут было более все домашнее. Как известно, Иван Крылов здесь вообще жил практически постоянно. Он писал пьесы для приютинского театра, для спектаклей. То есть все там были друг другом в таком, и друг жили. Все это было более домашнее. Актриса известная, которая восприняла Пушкина Семенова, здесь приезжала готовиться к спектаклям. Владелец был Алексей Оленин, который был директором публичной библиотеки и вице-президент Академии художеств. Он подбирал для нее костюмы, приводил туда альбом. Они искали костюмы для спектакля, которые подходили к соответствующим эпохам. Но все, к сожалению, закончилось со смертью владелицы, жены Алексея Оленина. И больше здесь спектаклей не было. Можно дальше. С началом XIX века расцветает цитральная жизнь в городах. Специально построенное здание было только в Выборге. В 1832 году было построено. А так трупы играли, можно сказать, где придется, какое было главное красивое здание. В основном это дворянские собрания, благородные собрания, какие-то клубы. Вот, например, это в Гатчине. Можно дальше. И особо, можно сказать, очень интересный такой. В Новой Ладоге в конце августа шла двухнедельная Успенская ярмарка. И туда приезжали со всей страны на эту ярмарку. И лучшие столичные актеры выступали на этой ярмарке. Даже многие приезжали для ее туда посмотреть. Так, с концу ближе XIX века появились дачи и театры. Вдоль железных дорог появилось очень много пристанцев дач. Одна из реклам была еще строящейся дач, что там будет очень много театров, что там будет публика лучше, что там уже многие актеры купили дачи. И, соответственно, вы будете обеспечены вообще, можно сказать, домашним актером. Хотя вот вылетело, например, два актера сразу и продали. Потому что это было как современные аферы, так и там. Их заманили. Оказалось, что ничего не построено. Нет, они плюнули. Ну, соответственно, своими деньгами они могли купить и получше. Ну, реклама оставалась. Никто ее не убирал. Больше всего дачи было в Гатчинском современном районе, в Сиверской, в Бырице и в Тоснинском. Вот Поповка, Саблина. Участвовали очень жители, собирались общества благоустройства вот этих дач. Они собирали деньги и на представление, и в то же время, чтобы заработать на какие-то виды благоустройства, они тоже устраивали спектакль. Например, очень популярны были пожарные добровольные общества. Ну, естественно, пожарные на дачах – это большое детство. И даже трупы составлялись из пожарников. Например, очень интересная была трупа в Шапках. Это Тоснинский район. Из пожарников. Там жена главного пожарника была. И прямо профессиональная трупа, можно сказать. И вот еще такой факт интересный. Ну, на Корейском перешейке же тоже были известные дачи. Там в 13-м году произошел первый съезд футуристов. Малевич участвовал, Матюшкин. Там они издали манифест русских футуристов. И одна из глав, большая, была посвящена реформам русского театра. Что за мной Бесенка, за улицу. Ну, это тоже на нашей территории в Бесенском регионе. И уездная театральная жизнь. Ну, это можно сказать, что остальное. В начале 20-го века появилась такая тема, как народный театр. Театр для народа. Народные дома. И все спорили, каким ему быть. Пока спорили, вот национальное общество. Уже давно было у них организовано. Вот, например, вот это здание эстонские. Эстонского общества. Здесь был театр. Нужно пониже. В сельской Финляндии вообще эта тема была развита. Где-то с 1880-х годов появлялись народные дома. У них называлось это молодежное общество. Ну, и еще Союз рабочих был популярен тоже. Как гласит финская поговорка, где собирается отбой от фильмов, там уже драм-кунжок. Отбоя от актеров не было. И вот уже такие красивые здания до революции. Во многих, это еще даже маленькие, здесь побольше. Были построены. У нас в России все думали. И как бы, вот все планируется. В частности, Тихинском уезде. Вот в 17-м году уже три должны были быть открыты. За разных домах. Но, и вот, можно еще чуть-чуть повыше. И замечательный проект. Вот в Новой Ладоге такой прямо, может сказать, дворец культуры. Должен был построен. Вот эскиз 15-го года. Юликовский народный дом. Наверное, если быстро. А, и дальше у нас, здесь я уже картинку не сделала, Первая мировая война. И из актеров собирается такое общество солдат-актеров. Во главе стоит известный представитель династии Самойловых. И они выезжают на фронт. Они спектаклями собирают деньги на то, чтобы помочь бойцам, семьям раненых. Вот такой тоже эпизод. И последняя глава у нас. Это персоналий. То есть, как кто был связан из деятелей театра с современной нашей территорией. Например, один такой даже случай. Хотя он так напрямую не связан. Один из создателей МХАТа, Немирович Танченко, после первой русской революции 5-го года, усилилась реакция, усилилась цензура. И Немирович был уже просто взбешен уже этой цензурой и церковной, и светской. И он в 6-й год, в 7-й письмах пишет постоянную тему, что нужно перевозить в выбор к МХАТу. Что здесь, в России, у него уже нет будущего. И тогда москвичи начнут покупать дома, в петербуржской даче. И вообще целые сезоны будут люди жить там. И не нужна нам эта Москва, не нужна эта Россия. Ну, как известно, не получилось. Ну, такой факт. Ну, если кратко, пожалуйста. Доступен указатель на сайте на нашем. В бумажном виде он выйдет чуть попозже. Будет представлен на книжном салоне в конце мая. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ